добрый день добрый чем занимаетесь вообще вас канал физика хочу вы физик ну по образованию физический факультет одесского национального университета и вот эти материалы которые преподавали не но это было очень давно я ну конечно опираюсь на научный метод я опираюсь в интернете научные статьи публикации конечно вот определение равновесия у нас в школе преподается а вы не согласны с определением равновесия то есть вы спорите не со мной а со школьным определением равновесия? Это у вас либо школа какая-то другая, либо я понять ничего не могу. Что вас не устраивает в школьном определении равновесия? Меня все устраивает в школьном табе неравновесия. А чтобы начали тогда кидаться на это определение? А я не на школьное кидался, а на ваше кидался. Вот вы отсняли ролик. Он почти полностью состоит из не научной, не логичной информации. Он состоит из бреда. Вы с помощью какого-то бреда на меня кидаетесь. Вы можете, вот утверждение в части такой-то неверно по какой-то причине одно выбрать. Мы либо обсудим, мы выясним, кто из нас все-таки не может сосредоточиться. Вот одно выберите, одну из претензий. Пожалуйста, претензия, что сила гравитации является силой отталкивания. Это неправильно. Неправильно, да? И вы приводите пример с экспериментом Ковенлиша, который вам доказывает, что это прямое протяжение? Ну да, в частности. Это не единственный эксперимент. Можно продумать множество таких экспериментов, но вот это... Вы привели конкретный пример и говорите, что он доказывает прямое протяжение. Каким образом? Вот два шара у вас висят. Каким образом? На них написано, что это прямое протяжение. Или как? Как работает ваш мозг, что он приходит к такому выводу? Как? Ну, у нас есть система. Она находится в состоянии механического равновесия. Да? То есть до того, как внесли второе шеюр. До того, как внесли второе шеюр. Вы с равновесием как бы фундаментально не согласны, я понимаю. Ну, ладно, вы их назовете в равновесии. Да? Вот они висят. В состоянии механического равновесия, я подчеркиваю. Давайте, ну, мы же как бы говорим научно, давайте научные термены использовать. Не тупите. С механическим равновесием вы протупили. Да, это механическое равновесие, но классифицируется оно не так, как вы указали, что есть много типов равновесия, и есть вот механическое. Есть одно базовое равновесие, оно же является... Ну, это вы так придумали. А всталет. Это научный метод и классическая форма. Это ваш научный метод и ваше определение. Пожалуйста, давайте определения какие угодно. Это не вас. Вы спорите с методикой задания-дефиниции сейчас. Ваша методика и задания-дефиниции. Вам надо осознать эту информацию в голове. Послушайте, давайте, 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 давайте немножко иначе. Вы утверждаете... Давайте. Два тела, один вопрос рассмотрим. Два тела висят, и вы как... Вот висят два тела, да, равновесие. И вы с помощью чего, какой части мозга догадались, что это именно прямое протяжение? Подождите, подождите. Два тела находятся в покое, вся система находится в покое. Что это означает? И вы догадались, что они друг другу... Нет, 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 нет. Что это означает? Что в начальном момент эксперимента вся система находится в состоянии равновесия, никуда не движется. Что это значит? Продолжайте, давайте, рассказывайте. Нет, я вопрос вам задаю. Вы не вытупите. Вы... Я вам задал вопрос, вы вопросом на вопрос. Каким мозгом вы узнали, что это прямое протяжение? где у вас написано пока еще нигде пока у нас еще нету никого пока он просто есть два шара подвешены сосредоточьтесь и выдайте мне пожалуйста этот тезис я считаю что он слабоумный тезис вы на нем настаиваете что угодно пожалуйста итак у нас есть наша система два шара висящие на коромыслик рутильных весов подвешенные потолку система неподвижно что это означает что это означает расскажите нам нет я вас спрашиваю физик расскажите нам вы не понимаете вы не понимаете я понимаю что вы купите чем-то занимаетесь еще раз система находится в состоянии равновесия в нулевой момент времени шары подвешенные на коромыслик рутильных весов и вся эта подвешенная потолку не двигаются что это значит вы отвечаете на вопрос отвечайте продолжайте не задавайте вопрос вы не можете ответить на вопрос как вы дотумка ли своей маковкой что это прямое притяжение пожалуйста сознание я конечно вам это все объясню но для начала мне нужно ответили на вот этот мой вопрос не хотите знаете пожалуйста что это такое где вы как вы додумали что это прямое притяжение или отзовите свой слабоумный я сейчас вам объясню просто для этого нужно что вы сначала ответили на вопрос вот сначала не получается не можете вопросом вашу слабоумную концепцию вы тупите просто вы не можете сосредоточиться у вас есть обрывки мысли которые вы додумать не можете нет я все могу додумать но просто мне нужно что-то сначала сознайтесь пожалуйста где вы тут увидели прямое притяжение пока нигде пока нигде оно появится позже а вот пока вы нигде не увидели значит вы тупите оно появится позже сначала вам нужно ответить на вопрос что означает тот факт что в нулевой момент времени шары не движутся и вся система в целом не движется что он значит они находятся в покое на подвесе дальше что это значит с физической точки зрения пожалуйста он находится в покое вы это второй вопрос два глупых вопрос нет это первое просто главное осознайтесь я жду вашу мысль мысль будет ответьте пожалуйста на вопрос что значит я ответил на ваш вопрос я жду ваш ответ то есть что это прямое притяжение вы отвечать отталкивать отказываетесь да я отвечал на ваш вопрос вы слышали мой ответ нет вы не отвечали на вопрос что значит вы не отвечали на вопрос о том что значит что в системе в опыте камень дешев 0 момент времени до внесения больших шаров система находится в равновесе что это означает механической точки зрения вы сказали что они находятся в покое на подвесе и это означает механической точки зрения дальше что мысль своем продолжать всего этот означает с механической точкой зрения вы можете его отказываться скажите просто нормально допустим чтобы agility ну так ответьте на вопрос от очень просто я хочу вам ответила на вопрос дна тело покоится на гибких связи раcesи что вам еще надо что лежит а значит что это значит с механической точки зрения если тела находятся в покое что это значит с механической точки зрения я вам ответил тела находятся на предыте состоянии步 достали вине вы же это значит что он заказать хорошо я могу орган Приятного обсуждения просто по одному пункту до полной явности вы догнаться купeyки у посланного предмету. Мысль не должна сводиться с загибанием пальцев, делать и то-то, и то-то, а я подумаю. А именно конкретному вопросу, в пункту позиции. Мысль должна носить мятную форму. Такое-то утверждение, в части такое-то является неверным по такой-то причине. Обоснование. Если же вы изродить мысль не можете, то ваша мысль не формируется ввиду отсутствия вне интеллектуального содержания. Ладно, я понял. Вы просто, кажется, не понимаете, что я имею в виду. Давайте я объясню. Давайте будем последовательным. Вы будете соглашаться или спорить. Тот факт, что в нулевой момент времени в системе Кавендиша вся эта система находится в покое, означает, что все действующие на эту систему силы, а также моменты сил равны друг другу, скомпенсированы. Верно? Да. Вам это сказали, что состояние покоя, слово состояние покоя, об этом мы говорим. Вот. Это то, о чем я вас, собственно, говоря. Тот ответ, да. Теперь идем дальше. В нулевой момент времени у нас вся наша система скомпенсирована. В частности, действие силы, тяжести, моменты, элементов, создаваемых силой, тяжести и так далее, все скомпенсировано. Согласны? Вертикально, да. Гравитация горизонтальна тоже, да. То есть все скомпенсировано? Слушаю дальше вас. Ваше рассуждение я слушаю. Все скомпенсировано в нулевой момент времени, верно? Силы, моменты, сил все? Или есть какие-то не скомпенсированные? Продолжайте свою мысль. Нет. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Это важно. Я вам еще раз говорю. Правила конструктивного обсуждения просты. По одному вопросу до полной ясности. Ну вот мы не достигли пока полной ясности. Если подавайте внятную форму. Хорошо. Вопрос. Согласны ли вы, что в нулевой момент времени все силы и все моменты сил, действующие на крутильные весы в системе Кавендиша, скомпенсированы, и итоговая сумма крутирующая равна нулю? Согласны? Я не занимаюсь вашей вот этой вот слабоумной. Вы копошитесь, не можете сосредоточиться. Вы должны мне сказать, на каком основании вы сделали вывод, что тела притягиваются. Нет. Смотрите. Я вам ничего не должен вообще. Теорию формулируете вы. Вы сказали, что тела у вас притягиваются. Я говорю, каким слабоумным кусочком мозга вы до этого додумались? Для того, чтобы это пояснить, я думаю, чтобы вы ответили на вопрос, верно ли, что в нулевой момент не получится. Нет. Значит, вы не можете самостоятельно объяснить. А раз не можете самостоятельно объяснить, то все. Вы слабомыслящие. То есть вы отказываетесь отвечать на такой простой вопрос, соответственно, ничего не получается. Нет. Остальные ваши, все остальные ваши председатели, они тоже слабоумны. Понимаете? Ну, вы можете утверждать абсолютно все, что угодно. Смотрите. Смотрите. Подождите. Подождите. Равновесие. Все это здорово. Это все словоблудие. Давайте, пожалуйста. Вы можете записать уравнение движения для сил вот в той системе, которую вы предлагаете? Вот записать. Мы отвечаем на простой вопрос. Вы наврали, что вот из Ковендиша следует прямое притяжение. Я говорю, что вы лошадь. Вы отказываетесь обсуждать опыт Ковендиша нормально. Вы там, поэтому давайте, давайте поступим. Вы сказали, что на Ковендише у вас заказывается прямое притяжение. Конечно. И начали на тебя кидаться. Я говорю, что вы просто некомпетентное чудо, которое должно спрятаться под камень, залезть и никакие каналы про физику не везти. Люди, которые на вас... Ваше мнение, конечно, очень ценно, безусловно. Хорошо. Вы отказываетесь. Вы отказываетесь обсуждать опыт Ковендиша, поэтому... Так. Вы единожды совравши вас макают носом. Вы меня пока не макаете. Я вас макают носом. Хорошо. Вы не можете... Считаете, что угодно. Вы сами только что отказались обсуждать опыт Ковендиша. Вы отказались, ну, как бы, последовательно пройти по этой линейке рассуждений и убедиться в том, что... Я не дождался от вас. То есть вы отказались? Окей. Я не планирую и не буду. Я не дождался от вас... Не планируйте, не будете, не вопрос. Ваше право. Прямое притяжение... Почему вы врёте людям, что Ковендиша вам доказывает прямое притяжение? Это слабоумный тезис. Вы отказываетесь. Вы отказываетесь от обсуждения этот вопрос. Не возражаю. Понятно. Ну, вам тут нечего будет возразить в конечном итоге, поэтому вы, конечно же, отказываетесь. Хорошо, хорошо. Претензия не сформирована. Такое-то утверждение в части какой-то является неверным по такой... Ваше утверждение о том, что сила гравитации является отталкиванием, является неверным, потому что она является силой притяжения. Хорошо. Вы можете записать уравнение... Потому что вам не лечится, что она является силой притяжения. Всё. Это ваша... Это претензия. Она сформулирована в таком виде. Вы просили её формулировать так. Хорошо. Вы можете записать уравнение движения для тела в вашем поле сил, которое вы выписываете? Аргументы в студию. Аргументы в студию. Ваши аргументы в студию. Вы можете записать уравнение движения... ...высказали прямым притяжением. Вы сказали, что сила является прямым притяжением. Вот я пожелания млекопитающих не исполняю. Вот любая дура может что-то там командовать. Сделайте это, делайте то-то. Ну, а я ваше пожелание не исполняю. Я не исполняю пожелания, дурочек. Вы сказали бред. Я вам указываю, что вы бредите. Но это ваше утверждение голословное абсолютно. Давайте, прекрасно. Вы утверждаете, вы утверждаете. Правильно я понимаю, что утверждающая сила гравитации является силой отталкивания? Да? Приталкивание. Ну, приталкивание, не важно. Ну, важно. Важно, зараза, очень важно. Запишите уравнение движения в поле этих сил. Можете? За нахрена. Можете или нет? За нахрена. Можете или нет? За нахрена. Чтобы посмотреть, как это тело движется в таком поле этих сил. Я, дурочек, написал кучу формул. Вы не можете мне до одной. Ну, давайте их сейчас напишем. Уравнение движения. Можете записать? Как оно будет выглядеть? Я уверен, чтобы вам кто-то что-то писал. Из того, что есть, вы можете. Вот есть научная работа. От и до. Там много разных формул. За какой-то из них вы можете доколупаться. Выразить мысль. Такая-то формула неверна по какой-то причине. Не можете. У вас там не написано закон о движении вообще. Уравнение движения вы не пишете там. Вы агрессивное невежество представляете собой, которое кидается на людей, пишет всякую хрень в интернете. Это вы такой человек. Уравнение движения можете записать? Пять минут ровно ждем от вас доказательства того, что опыт Ковендиша доказывает прямое притяжение. Я попытался вам это объяснить, но вы уходите от ответов на вопросы. Не возражаю. Не хотите вы это обсуждать? Не интересно. Могу это объяснить? Более того, нет способа такого объяснить это через опыт Ковендиша. Есть, конечно. Конечно, есть такой способ. Пять минут. Вам пять минут. Я пять минут молчу. Ждем. Нет, мне не нужно, чтобы вы молчали. Мне нужно, чтобы мы последовательно с вами прошли по линейке рассуждений. Если вы рискнете это сделать, то вы не сможете. Начинается балдокрутство. Вы отказываетесь. Хорошо, не вопрос. Можете записать уравнение движения для тела в поле ваших сил? Вы не смогли по одному пункту. До ясности добраться, да? Потому что вы отказались. Вы простой не могу балабол. Вы простой не могу балабол. И вам уже там пять минут вам дается. Они уже подходят там к концу эти пять минут. Давайте ждем. Ждем. Чего? Ждете чего? Вы сказали, что Ковендиш доказывает прямое притяжение. Мы ждем. Ну, вы готовы дальше пройти по этой ринейке осуждений, отвечая на мои уточняющие вопросы? Вы сказали чушь. Я вас макаю носом. Мы за пять минут ждем, когда вы начнете. Не тургу молоть, не пожелание свое высказывать слабоумное, а когда вы начнете что-то изрекать. Ну, давайте. Мы не можем. У вас что-нибудь кроме ценных указаний есть? Нет. Давайте. Опыт Ковендиша. Опыт Ковендиша. В студию доказывайте, что он... Хорошо. Согласны ли вы с тем, что тот факт, что в опыте Ковендиша крутильные весы до внесения в систему больших шаров находятся в покое, означает, что все силы и моменты сил, действующие на эту систему, скомпенсированы. Согласны вы с этим утверждением? Я жду... Да, вы продолжайте. Ну, я жду от вашего ответа на этот вопрос. Согласны вы с этим утверждением? Я заказывал ваше доказательство. Оно будет, ответ нужен на вопрос. Оно свелось у вас слабоумным вопросом. Я над ним и потом подумаю. А, то есть вы сразу сходу не можете ответить, да? То есть для вас тот факт... Нет, я пять минут жду. Вот пять минут по регламенту я жду, когда вы ответите на свой слабоумный тезис. Хорошо. И дальше просто с них смываем вас и все. Ну, давайте, давайте, попробуйте. Тот факт, что система, крутильные весы Кевендиша находятся в нулевой момент времени до внесения в систему больших шаров в состоянии равновесия, означает, что все силы и все моменты сил, которые действуют в систему, скомпенсированы. Система находится в состоянии безразличного равновесия. Теперь мы вносим в эту систему в горизонтальной плоскости два других тела и наблюдаем, что весы приходят во вращательное движение, что означает, что в системе возник момент сил, направленных вертикально, и вращающие систему в ту сторону по часовой стрелке или против часовой стрелки, в которых мы внести шары в сторону больших шаров, что означает, что в системе возникли нескомпенсированные силы, которые имеют характер притяжения между большими и малыми шарами. Что, вы физик? Ну, по образованию, да. Вранье! Вот, то есть, вы выдали желаемое задействительно. Могло быть приталкивание, могло быть притяжение. Каким образом у вас возникло приталкивание? Объясните, пожалуйста. Вот, вы этого не понимаете, но вы врете про прямое притяжение. Все. То есть, вы просто соврали ни на основании чего. Вы нарушили четвертый закон логики достаточного основания. Ваше утверждение слабоумно. Все. Каким образом возникают силы приталкивания? Объясните, пожалуйста. Это второй вопрос. Нет, это первый вопрос. Это второй вопрос. Нет, это первый вопрос. Этот вопрос очень подготовлен, грамотный ответ. Есть монография. Там подробным образом от и до все написано. Понимаете? Но сейчас вы это сказать не сможете, конечно. Я могу это вам сейчас говорить. Но не хотите, правильно? Мы пока вас макаем в то, что вы набредили. Ждем от вас извинений. Вы пока разбрасываете фразами про ложь, про тупость и так далее. Вам приводят конкретную механическую систему, которая доказывает то, что ваше утверждение является чушьей. Так что, будем объяснять, каким образом у нас возникает сила приталкивания или чего там? Ну, для публики я уже раз десять объяснял. Давайте для вас... То есть не будем? Ладно, не будем так, не будем. Хорошо. Будем, будем, будем. Давайте объясню я вам. Какому у нас? Любое тело во вселенском ковре расталкивает тела от себя. Если мы перейдем в математическую модель... О, давайте перейдем в математическую... Вот давайте, стоп. Давайте на этом месте оставимся и перейдем в математическую модель. Давайте писать. Не перебивайте, пожалуйста. Вы просили вам сказать, я вам рассказываю. Хорошо. Вот вы не перебиваете. Если мы заполним вселенную дробью, аналог математической модели, то любое тело, например, Земля растолкнет, другие тела растолкнет эту дробь. Получится полость. Любое яблоко, падающее на Землю, в данной системе, будет иметь уже неравномерное распределение масс относительно своего центра. То есть, относительно центра, если мы проведем через центр яблока, через центр земли линию, то в системе отчета, связанного с яблоком, у нас будет неравномерное распределение масс. И будет какая-то доля внешнего контра, вот этой дроби, которая будет приталкивать. Вы можете формулами это все написать или нет? Я это написал формулами. У меня целая статья этому посвящена. Формулы есть под каждым фильмом, ссылка на монографию, где подробно шаг за шагом это описано, доказано от и до. То, что вы об этом не знаете и кидаетесь, это ваша проблема, ваше вешенство личное. Вот вы можете записать формулу сейчас? Пожалуйста, если можно. Скажу простые вещи. Вот вы, ваш этот соплеменник Макар, вы просто агрессивное невежество, которое кидается на людей, понимаете? Те слова, которые вы употребляли, там, бред, не бред, вы на основании своего слабоумия, да, вы что-то называете бредом. Что-то охаивать можно, имея разумные основания, либо неразумные. У меня есть разумные основания, решение дифференциальных уравнений движения. Причем здесь дифференциальные уравнения движения? Как это причем? Как это причем классическая механика и дифференциальное уравнение движения? В агрожан, вы можете записать для своей системы? В данный момент, вот вас, вы страдаете по этим уравнениям. Я же скажу, для чего конкретно вырасти? А механика важна, да? Или что? Ну, мы же по механику говорим, кажется. Ну, вот, и вот вам надо вот то-то, вам надо сио-то. То, что вам дали, да, формулы, вы их не видели, да? Вам надо что-то другое или что? Нет, мне нужны любые правильные роллы, соответственно. Вы оспариваете мою научную работу слабоумным способом, кидаясь на людей. Вот я и говорю, пожалуйста, в рамках опубликованного материала что вы какие-то претензии можете, не можете. Поэтому успокойтесь. Я же уже все сформулировал эти претензии. Отпустим вас на волю. Сейчас мы посмотрим на ваши уравнения, посмотрим, как вы их решаете. Ну, пожалуйста. А, а, вон как. Ну, давайте, смотрите. Если мы возьмем... Я могу, кстати, это показать. Это недолго. Каким образом из утверждения о том, что из собственного закона всемирного тяготения очень просто и логично математическим путем получаются все уравнения всех небесных тел. Вращение по круговой орбите, вращение по эллиптической орбите, вращение по параболе, по гиперболе. Замечательную вещь сказать. Замечательную вещь сказать. Теперь попробуйте услышать этот момент. Что формула тяготения, что для приталкивания, что для прямого притяжения. Одна. Поэтому то, что вы делаете... Покажите, покажите. Зайдите, пожалуйста, под любой фильм, под любой ролик наш. Там есть ссылка на монографию. Откройте монографию. Ты читал эту вашу монографию? А, а что тогда вы там не видели? Там не записано уравнение движения, а то, что там записано, записано неправильно с грубой математической ошибкой. Там формула есть? Закон всемирного тяготения через весь опыт. Вот покажите, пожалуйста, мне и нашим зрителям закон всемирного тяготения. Как вы его записываете? О, пожалуйста. Вот началось. Пожалуйста, все, остановись. Не, ну так это... А где тут... Секундочку. Вот, покажите форму. Все, пожалуйста. Вот, прямой вывод формулы. Методика, как выводится эта формула. Вот давайте первую формулу. fk равняется c1, правильно? Вот эта формула, да? Да, 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 да. Да. fk это у нас что такое? Сила от комплекс удаленных объектов. Нет, это у нас не сила. Сила у нас вектор. Всю жизнь была. А это у вас скаляр сейчас. Ну, давайте продолжать. Ну, я продолжаю. Вот ваша формула. Она неправильная. Она неправильная. Ть-ть-ть-ть, а что же здесь неправильно? Здесь написан закон... Здесь у вас сила скаляр, например. Ну, а сила вектор. Ну, дальше перевожу вектор на формулу, что вам не нравится. Что вам не нравится без проблем? Тот факт, что у вас сила скаляр, тогда как на самом деле сила вектор. Сила, формула ваша неправильная. Вы бредите, молодой человек. Это вывод формулы скаляр. Скалярная величина или скалярная? Это в силу векторная величина. А почему у вас здесь написан скаляр? Это вывод формулы в скалярном виде. Вы чего тупите, молодой человек? Что значит в скалярном виде? Это что, проекция какая-то на что-то? Или что это? А что это? Проекция – это как раз векторная вещь. Вы зачем тупите-то? Нет, я спрашиваю, почему вы записываете… Вы просили формулу, теперь мы ждем утверждения такое-то, части такое-то, неверно по такой-то причине. Ваше бармактание… Данная формула неверна, поскольку сила является величиной векторной, а здесь у вас записан скаляр. А что, вы физик? Ну, по образованию, да. Молодец, мы вас услышали, в половине учебников есть и векторная, и скалярная формула. То есть вы показали свою некомпетентность сейчас на люди. В векторном виде у вас есть эта сила, записывается где-то? Кроме этого, претензии есть, попытка номер два, на трех попытках. Нет, ну вот эта формула показали, она неправильная. Первую мы услышали, первую попытку мы услышали, она слабоумна. Вторая попытка будет или достаточно? Нет, эту формулу мы уже опровергли, она неправильная. Дальше. Вам мерещится, что она неправильная, давайте, давайте. Значит, смотрите, смотрите, давайте я вам покажу. А, а я, кажется, не могу. А, или могу включить демонстрацию экрана, секундочку. Нет, у меня нельзя включать демонстрацию экрана, она закрыта. Я просто показал, как выглядит на самом деле закон всемирного тяготения в векторной форме. Ой, там есть, и здесь есть закон, как на самом деле, и ваша векторная форма, у вас умножение на минус и единицы. Покажите закон всемирного тяготения в векторной форме, пожалуйста. Это несостоятельная конструкция. Покажите векторную запись законов всемирного тяготения в векторной форме, пожалуйста. Вам показали закон всемирного тяготения в скалярной форме? как показали достаточно нет недостаточно сила ее нельзя записывать в скалярной форме записывать как записывать она в учебниках вы утверждаете что на самом деле нельзя вот это первая ваша ошибка первая ваша вы врете вы просто некомпетентное чудо которое кажется что в соседнике только векторная формула все достаточно вы набредили больше другие претензии не слабоумные и слабоумные претензии есть ну к этой формуле она неправильно уже еще формула есть у вас уравнение движения у вас есть вот записанное для этого тела более про про вашей фантазии о записи скалярной векторной формы уже слышали хорошо уравнение движения покажите хоть какой-то форму а вам вам еще что-то надо да то есть это мы опровергли идем дальше вы просили формулу вам и дали она неправильно все равно что курица энциклопедия понимаете вы просто ну интеллектуально несостоятельно на этом все пять минут прошло формулу вам показали идите пожалуйста с богом хочу вы физик ну по образованию да и 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 Продолжение следует...